добрый день дорогие друзья дорогие подписчики и гости канала вы на канале тамара советское вязание сегодня я выпускаю стартовое видео о моем вступлении в совместный проект вяжем сумки автором совместного проекта является валентина романчук канал называется валентина романчук вязание длинную жизнь этот совместный проект начался с апреля месяца но поскольку по условиям проекта можно в него вступать в любое время то сейчас в июне месяце я решила вступить в этот совместный проект и поскольку сп называется вяжем сумки я конечно тоже буду вязать сумку в настоящее время в этом совместном проекте участвуют более 20 блогеров и я тоже хочу принять участие по условиям этого совместного проекта необходимо было в начале а выпустить ответить на вопросы тега так называется сумок много не бывает и на моем канале уже появился такой тег в котором я отвечала на вопросы тега о сумках о том нужны ли сумки люблю ли я вязаные сумки и тогда мне действительно захотелось присоединиться и повязать вместе со всеми сумки сумки я буду вязать впервые и это будет у меня первое крупное изделие крючком я купила вот такую пряжу вот крючок у меня приготовлен я хочу показать какая пряжа наверно всем знакомая yarnart джинс 55 процентов хлопка 45 процентов полиакрил color здесь 86 светло-светло-желтый цвет цвет светло-желтый цвет и мне хотелось попробовать свои силы это не является началом моей сумки мне хотелось попробовать как у меня будут получаться столбики без накида хотя если уж говорить о вязании я как-то давно в начале весны в одном из своих видео показала что я связала кухонную прихватку крючком то есть я немного умею вязать столбики без накида но у меня еще не сложилось не набила не набила я руку и не сложилось понятия не об озорах не а петлях главным образом об узорах если я могу сказать что кое-что я умею вязать спицами и немного разбираюсь японских узорах то что касается вязание крючком тут мне предстоит еще как говорится поле непаханой работы вот поэтому конечно мне очень хочется научиться и добавлю вот у меня здесь рядом лежит книга вот такая большая энциклопедия по вязанию сейчас я немножко изменю ракурс чтобы показать вот такая большая она не помещается даже в кадр у меня так штатив стоит что уже выше не получается и вот в этой книге вот в этой книге здесь где-то 90 процентов содержания посвящено вязанием вязанию крючком я вот хочу показать немного здесь есть картинки и самые самые простые элементы узора как как вот какие есть схемы какие есть вот у нас узоры для вязания крючком и мне предстоит научиться пока я могу могу связать вот этот плотный узор то есть значит столбики без накида вот и вот такой узор они в общем то похожи вот эти два узора и конечно мне хочется научиться и читать схемы и разбирать схемы и мне пока только это планы и мои мечты но как говорится кто не кто не мечтает тут не пьет шапанское поэтому ну в общем я хочу и связать и вот значит смотрите вот ну как бы я вот пробовала значит и я хочу связать сумку авоську когда я отвечала на вопросы тега там были вопросы по сумкам какие вы мечтаете и связать что вы хотите связать я конечно понимаю что у меня и может даже не то что может а не получится а красивая сумка шопера который я так планирую что когда-нибудь я свяжу поэтому я начну сумки авоськи это будет такая дырчатая сумка вот и добавлю что поскольку я учусь это я буду вязать используя например два или три каких-нибудь мастер-класса с ютюба мне главное научиться и понять как это все делается и друзья мои не судите строго я крючком вязать но можно сказать не умею вот где-то у меня получается обвязать горловину вот допустим самыми простыми столбиками без накида или где-то низ изделия я имею ввиду связанного спицами вот от а это вот я как говорится только учусь не судите строго вот я приготовлю еще есть крючки другие но вот у меня крючок вот этот на мой взгляд он самый удобный это два с половиной миллиметра и здесь вот кстати производитель так где-то у меня еще этикетка была вот от этого клубочка здесь будет просто лучше видно вот здесь производитель нам советует вот крючок три с половиной и спицы три с половиной вот но я взяла вот крючок два с половиной пока вроде бы неплохо получается но буду видеть в процессе если мне ну будет как бы слишком туго будет получаться плохо у меня есть еще один по сравнению со спицами спицы мне конечно тьма но я думаю вы догадываетесь крючков у меня всего два вот этот и еще один и вот такой крючок этот крючок я покупала в каком-то магазине очень давно тому крючку наверно уж не знаю сколько лет много лет он у меня для таких вот именно был случай в жизни когда мне нужно было что-то обвязать там горловину в основном или там где-то пройму если я вязала какой-то летний топ там ажурным узором например и нужно было пройму обвязать и горловину значит у меня от крючок и вот этот крючок с одной стороны 3 миллиметра с другой стороны 4 мере ими метра еще хотела сказать что этот крючок чем удобен уже будет ода крючком то есть похвастушка чем этот крючок хорош вот такой вот двусторонний когда мы ну я имею иду когда мы вяжем спицами когда мы предположим по горловине нам на горловину нужно красивую сделать мы связали уже своими изделия шили и нам нужно поднять петли я поднимаю крючком например 10 петель я набрала нет я делаю четверка не так 10 петель я на четверку набрала и потом сдвигаю их сюда к тройке чтобы они не были растянутыми и уже потом надеваю на спицу то есть вот такой крючок но мне очень лично нравится конечно было бы лучше вариант если было бы даже здесь тройка а здесь три с половиной то для петель ну и так я не сказала бы что предположим я вот сейчас вязала недавно лет не то по ажурным узором японским узором я сделала конечно обвязку горловины и вот таким способом я поднимала петли я там показываю в кадре то есть крючок вот вообще в жизни любой вязальщицы крючок конечно нужен и меня вот мое богатство целых два крючка а списка не что у меня много всяких разных ну и вот как говорится надеюсь не закидают в меня тапками что я вот не умею буду этим видео я заявляю о своем старте свое вступление в совместный проект и по условиям этого совместного проекта нужно выпускать я посмотрела если я правильно поняла один раз в две недели видео либо показывает процессы как продвигается либо готовая работа у нас счет готовые работы это конечно сложно сказать но я конечно буду показывать свои продвижения как я продвигаюсь и так друзья конечно интересный вот этот совместный проект вяжем сумки будет интересно поучаствовать и на ютюбе я видела кстати один совместный проект я уже автора сейчас не вспомню значит он назывался решиться и связать то есть вот мне можно было еще в тот проект вступать потому что я решилась и вяжу крючком вот крючком впервые буду вязать сумку а в планах у меня ну не знаю как как получится как не знаю когда это хочу связать крючком топ ну вот такие планы итак друзья большое спасибо валентине романчук за этот совместный проект за эту идею и вот сейчас в июне месяце когда у меня всего одна незаконченная работа я с удовольствием принимаю участие в этом совместном проекте и хочу сказать что если мои подписчики мои друзья блогеры захотят вступить в совместный проект валентина пишет во вступительном видео что можно принимать на любом этапе кажется до 1 августа но если кто-то заинтересовался зайдите на канал канал называется валентина романчик вязание длинную жизнь кстати название канала будет в инфобоксе и в инфобоксе и будут значит все все участницы совместного проекта со ссылочками на канал так что проходите смотрите и желающие принимайте участие и так друзья большое спасибо всем кто посмотрел мое видео до конца кто поддерживает меня спасибо за ваши лайки и комментарии всего доброго до новых встреч и если кто-то хочет связать сумочки приглашаю тоже принять участие всего доброго до новых встреч пока пока